Добрый вечер! Будем начинать нашу встречу! Вообще, я хочу сегодня несколько необычно построить свое выступление и хочу начать с рассказов, которые никогда в жизни не были записаны на телевидении. Но это были ранние рассказы. И судьба некоторых рассказов сложилась очень странно. Они даже не были напечатаны, чуть не сказал, при моей жизни. Но действительно, я начинал писать уже, будучи инженером Московского авиационного института. Много ходил в разные газеты, меня оттуда так выпроваживали, мягко говоря. И один из первых рассказов, который предложили напечатать, но так он и не был напечатан, я хочу вам прочитать. Здесь много молодежи, молодых людей, которые даже не знают, какова была наша жизнь в Советском Союзе. Но вы знаете что, я пересмотрел некоторые рассказы, кое-что не изменилось, я вам должен сказать. Вот рассказ, который ни разу не был ни на телевидении, ни в одной газете. И этот рассказ, интересно, в 1985 году на Ксероксе начали размножать люди, имеющие отношение к умственному труду, инженеры, врачи. И ко мне популярность пришла не благодаря телевидению, а благодаря вот этому рассказу. Я родился в Риге, часто бывал в Риге. И однажды был в Риге, когда Горбачев приезжал в Ригу. Я вам должен сказать, я много видел, как встречали разных высоких гостей в городах. Но так, как встречали в Риге Горбачева, меня тогда поразил. Вообще, я видел, как встречали Хрущева в Риге. Я давно живу. Это я вас порадовать, чтобы вы надо мной посмеялись. Я более того, я помню, когда умер Сталин, латыши плакали. Им сказали плакать, плакали. Я понимаю, вы задумались, мол, неужели он помнит похороны Сталина? Помню, помню. Я родился, если так можно выразиться, страшно всё скажу, в первой половине прошлого столетия. Ужас. Антикварная вещь практически. Газета New York Times, после того, как этот рассказ стал известен, написала в Америке, что, видимо, действительно в Советском Союзе началась перестройка, и началось какое-то оживление, и что-то меняется, потому что впервые в сатирическом рассказе упомянуто имя генерального секретаря коммунистической партии. Это действительно было первый раз с 17-го года. Рассказ называется «Благодарность». Уважаемый товарищ генеральный секретарь, пишут вам благодарные жители города, в котором вы побывали с деловым визитом. Правда. Вы только за три дня сообщили нашим городским властям о своём приезде, но даже за эти три дня они успели сделать для нашего города больше, чем за все годы советской власти. Во-первых, были покрашены все дома со стороны улиц, по которым предполагался ваш проезд. Но потом кто-то сказал, что вы любите отклоняться от намеченного маршрута. Представляете, это в советское время. Меня четвертовать могли. И наши власти вынуждены были покрасить и остальные дома, причём так старались, что некоторые дома закрасили вместе с окнами. Во-вторых, все улицы к вашему приезду были освещены за асфальтирование, а зеленены. В ночь перед вашим приездом в городе было вырыто 360 подземных переходов. В магазинах появились продукты, которые мы в последний раз видели лет 20 назад, когда неподалёку от нашего города в нейтральных водах затонул английский рефрижератор, который вёз эти продукты голодающим Африке. В-третьих, строителями, наконец, был достроен мост, о торжественной сдаче которого вам рапортовали ещё в прошлой пятилетке. Но который, когда грянул оркестр и комиссия обрезала ленточку, осел и отчалил от берега вместе с комиссией. А строители те же остались, вот с тех пор. Наконец, дорогу из аэропорта комсомольские работники пропылесосили собственными пылесосами. Профсоюзные подмели лес в окрестностях этой дороги, покрасили в свежий зелёный цвет листья на деревьях и помыли югославским шампунем все памятники в городе. Причём памятник Менделееву был отмыт настолько, что оказался памятником Ломоносову. Конечно, не обошлось без перегибов. Например, в ночь перед вашим приездом зачем-то были проведены учения по гражданской обороне. Но сигнал тревоги испортился. А все противогазы, оказалось, работают только на выдох. На вдох их надо каждый раз снимать. Наконец, прошёл слух, что во всех городах вы любите посещать музеи и смотреть, как они содержатся. Тут же, по приказу заведующего отделом культуры, который занял этот пост сразу после окончания ПТУ при кирпичном заводе, экскаватором был снесён старый ветхий домик, в котором жил Антон Павлович Чехов. И на его месте построен новый дом, в котором он жил. А в скверике перед музеем был поставлен памятник Антону Павловичу Чехову, который сидит на скамейке с газетой в руках и с одобрением в глазах читает ваш доклад на последнем плену. Одним словом, спасибо вам за ваш визит. Наш город стал красивым, зелёным, благоустроенным. В соседние колхозы стали летать самолёты. И была, наконец, восстановлена телефонная связь с другими городами, которую немцы обрезали ещё при отступлении. Конечно, после того, как вы уехали из наших магазинов, снова исчезли все продукты. Но за то время, что вы у нас были, мы набрали их на три года вперёд. Поэтому очень просим вас, через три года приезжайте ещё раз. Уже облупится краска на наших домах, загрязнятся памятники, снова отчалят от берега мост. Конечно, мы понимаем, вы очень заняты. Если не сможете приехать, хотя бы сообщите нашим властям, что приедете. И очень просим вас, пускай кто-нибудь из ваших людей пустит слух, будто вы лично любите ходить по всем домам и проверять, есть ли горячая вода. Очень хочется помыться. Так необычно это читать, потому что самому хочется поделиться тем, чем никогда не мог поделиться со сцены. Но интересно, я года два назад был в одном сибирском городе, туда приезжал за два месяца до меня Путин. И всё то же самое. Засфальтировали улицы, причём вместе с канализационными люками. Он проехал по гладким мостовым совершенно. Но потом, потом чуть беда, беда в городе, надо же искать эти люки. А найти не могут. Перерыли весь город в поисках люков. А я спрашиваю их, а вы не пробовали металлоискателем? Они говорят, ну вот сейчас вот закончим рыть, если не найдём, будем металлоискателем. Обыватель не меняется, обыватель остаётся прежним. Вот насколько есть рассказы, предсказывающие ситуацию. Кто-то меня назвал однажды предсказамусом. Действительно, ну иногда такое сбывалось, знаете, когда демократы начали сносить памятники Ленину в начале 90-х годов, я говорю, да разве в этом суть оживления жизни в нашей стране? Ну это же далеко не главное. И потом большие деньги тратятся. А потом новая власть придёт опять сносить. Вы делаете, говорю я, сразу скручивающиеся головки в памятниках. Туловище у них одинаковое всё равно у всех. Пришла новая власть. Раз-раз-раз поменял головки, заменил им всем. Руку в другую сторону. И пошли новым путём. Всё. Вы, конечно, смеётесь. Я тоже думал, что достаточно над этим похихикать. Нет. На Украине приходит мне письмо. Через пять месяцев прислушались к моей шутке. Решили, что это полезный совет. Стоял памятник молодому Ильичу. Никого не трогал. Кудрявый. Подпоясали кушаком. Нарисовали рубаху. Знаете, как стал называться? Танцующий казачок. И я много могу подобных забавнейших примеров приводить. Когда пошутишь, сбылось. Пошутишь, сбылось. У меня ощущение, что наша власть просто одно время жила по моим рассказам, как по программе партии. А вот этот филитон вот почему написан. В Литве в начале 90-х годов в Вильнюсе снесли памятник Пушкину. Вот такая вот ненависть была ко всему русскому. Я подумал, почему? Во-первых, видимо, потому что великий русский поэт писал не на литовском языке, а на оккупационном русском. Во-вторых, вот это самое главное. Я думаю, что я правильную нашел разгадку. В своем стихотворении «Клеветникам России» Пушкин прямо задает вопрос. Что взволновало вас? Волнение Литвы? И тут же пренебрежительно отвечает. Оставьте вечный спор славян между собой. Поэт оскорбил литовский народ, причислив его к славянам. Между тем, согласно утверждениям современных независимых литовских историков, литовцы и римляне один и тот же народ. Многие литовцы сегодня утверждают, что и первый человек на земле тоже был литовцем. Его звали Адамкус. Однако нет худа без добра. Хорошо бы и остальным народам не проливать кровь терактами. Представляете, 92-й год Чечни не было, и уже появляется слово «теракт». Не проливать кровь терактами, а разумно, по-прибалтийски, хладнокровно свести счеты с классиками. За литовцами должны немедленно разбить все бюсты Пушкина в Эстонии за строчку приют убогого чухонца. Мало того, что поэт обозвал эстонцев чухонцами, еще убогими. Это нельзя прощать. Причем помогать разбивать бюсты эстонцам должны финны. Так как не менее оскорбительны для них слова «финский рыболов печальный пасынок природы». Он даже не сын, он пасынок. То есть вроде как природа отдохнула на финнах, намекает. Многим народам надо пересмотреть свое отношение к шовинисту Пушкину. Он писал без учета сегодняшней международной ситуации. Какой он имел право начинать свое очередное стихотворение со слов «проклятый город Кишинев». Слава Богу, молдавское правительство, в отличие от литовского, никогда не читало Пушкина. А как быть и ныне диким тунгусом? Ну это обидно. Ну что это такое? По Александру Сергеевичу, получается, все народы в полном порядке, один тунгус еще дикий. За такие слова, Александр Сергеевич, можно и по памятнику схлопотать. Причем самым крупным тунгусским достижением метеоритов. Однако не следует замыкаться на Пушкине. Кавказские народы обязаны свести счеты с Лермонтовым. В первую очередь грузины. За строчку бежали робкие грузины. Ну тут классику повезло, потому что грузины в большинстве своем читает Лермонтова в переводе. А смотрительный грузинский переводчик еще в прошлом веке дипломатично перевел на грузинский язык «бежали храбрые грузины». А новый сегодняшний переводчик был еще осмотрительный и скорректировал согласно сегодняшним событиям. А именно бежали робкие армяне. Ну а чеченцы вообще должны четвертовать все памятники Лермонтову. За строчку злой чечен ползет на берег. Многим властям есть о чем задуматься. На Украине должны запретить мультфильм «Русалочка». Потому что там священное слово «сало» сочетается со словом «Русь». А в России пришло время навсегда порвать дипломатические отношения с Латвией. Именно латышским художникам была написана знаменитая картина «Латышские стрелки охраняют Ленина в Смольном». Большей провокации по отношению к России Латвия придумать не могла. Но в Литве, в независимом Вильнюсе, на месте памятника оккупанту Пушкину, лучше всего поставить монумент освободителю Дантесу, как символу убийства русской культуры. И на нем написать с благодарностью от независимого литовского народа. Еще один рассказ хочу прочитать. Тоже что-то из предсказамуса. В то время еще имигранты так не тянулись обратно в Россию. Это сейчас они потянулись. Циля, пишу тебе в Тель-Авив по электронной почте. Из России, потому что по телефону говорить будет дорого. Циля, я потрясен. 20 лет назад мы уезжали с тобой из другой страны. Циля, нас обманули. Нам обещали, что здесь будет антисемитизм. Мы поверили, уехали. А вместо этого здесь все старые евреи стали новыми русскими. Циля, ты помнишь портного Мойшу, который в той нашей прошлой жизни каждый раз перелицовывал плохо мне брюки? Теперь он главный астролог Кремля. Я не знаю, что он предсказывает Кремлю. Но домой к нему стоят очереди даже из беременных. Он им предсказывает, кто у них родится и от кого. Ты спросишь, как он это делает? Он всем говорит, у вас будет мальчик. Ему за это платят по астрологическим ценам. Тем, у кого потом рождается девочка, он возвращает деньги. Циля из 100 случаев он угадывает примерно 50. Но ему этого хватает, Циля. В нашем Израиле мы с тобой через день ходим за автобусом, чтобы сэкономить 2 шекеля. А у Мойши, после которого тебе каждый раз приходилось перелицовывать брюки обратно, в квартире Айвазовский посудомоечная джакузи и унитаз с дистанционным управлением. Да, это ВИП-унитаз, понимаешь? Он сам подъезжает в любую точку квартиры. Циля, ты будешь смеяться. Но в России никто не ходит, как у нас, за автобусом. Здесь сейчас все делают хорошие деньги. Гриша Конторович продал в Ватикан 2 вагона российских свечек без фитиля. Сын Милы продает в Китае дезодоранты. Говорит, этот бизнес у него никогда не кончится, потому что в Китае уже почти 4 миллиарда подмышек. А Жорж, тот, что был театральным кассиром, придумал продавать приезжим с севера новые 100-тысячные рублевые купюры. На них нарисован Большой театр. Он их продает, как билеты в Большой театр по 50 долларов. Циля, надо возвращаться в Россию, в Израиль. И так бизнес делать нельзя. У нас все евреи. Некого обманывать. Есть кому, но некого. Я даже больше скажу. Циля, здесь сейчас за сравнительно небольшие деньги можно получить хорошую родословную и титул русского дворянина. Циля, ты помнишь Цехельсона? Он теперь Трубецкой. Я видел его верительную грамоту за большие заслуги перед Отечеством именовать Цехельсона, его сиятельство граф Абрам Наумович Трубецкой. Грамота скреплена семью печатями великих князей. Среди них тоже немало наших, Циля. Например, великий князь Беренбой Мголицын, а твоя ровесница Сара Рабиноич теперь Варвара Лопухина. Я смотрел на тираж этих грамот. 20 тысяч. Циля, надо скорее возвращаться, пока есть свободные бланки. Я понимаю, мы уже не молодые, но здесь, Циля, старики тоже делают неплохой гешефт. Наши бывшие соседи по коммуналке, Захар Семенович, его жена Фрида, помнишь, у них были плохие почки, так они придумывали продавать свои не к черту анализы призывникам. призывникам. С такими анализами призывников не берут в армию. За это старикам так платят, что они не хотят лечиться. Циля. Циля, я все время думаю, почему Россия так расцвела с тех пор, как мы уехали? Или она поэтому так и расцвела, что мы уехали? Если так, надо немедленно возвращаться. Циля, ты не поверишь, я летал в Тюмень, я жил в городе Нижневартовске в шестизвездочном отеле. Циля, шести, понимаешь? Во всем мире пяти, а в Нижневартовске шести. И это у них еще не было электричества. Циля. А если бы было электричество, отеля было 65 звезд минимум. Там в Нижневартовске, Циля, когда я посмотрел, как живут нефтяники, я подумал, почему Моисей не мог за 40 лет привезти в Нижневартовск нас? Циля, ты помнишь заветные слова? Родина зовет. Я понимаю, мы уже один раз меняли родину. Ничего, наши предки меняли ее чаще. Собирайся нашей родиной, и на какое-то время снова должна побыть Россия. А там видно будет, даже если здесь в России начнется какая-то заваруха, ты же понимаешь, многие страны с удовольствием примут к себе русских князей из хорошего дворянского рода. Я уже говорил неоднократно, по телевидению, что если я не знаю, что я написал, я говорю, что я написал эссе. Никто не знает, и я не знаю, что такое эссе, но относятся ко мне сразу с уважением. О-о-о-о, эссе пишет, эссеист, крутяк. Это то ли эссе, то ли, скорее, это даже научный трактат. Действительно, литовцы утверждают, что они самые древние на земле. Латыши утверждают, что Россия отделилась от Латвии в свое время, что русский язык произошел от латышского, приводят какие-то доказательства, какие-то странные, весьма псевдолингвистические. И, ну, конечно, обижены армяне, и на литовцев, и на латышей. Они считают, что первым человеком, конечно, был Адамян. Но главное, стоит русским сказать, что они что-то из себя тоже представляют. Сразу шовиниизм. Пришло время сказать правду. Все в мире произошло от русских. И этому сегодня есть все доказательства. В Африке откопали первого человека. Слышали? Ему 800 тысяч лет. А вы видели, как он выглядит? На шее цепь. Пальцы в раскоряку. Рядом его небаба, вся в цацках. Вокруг них битая посуда. Ну что, он эстонцем был, что ли? Нет. Вокруг него еще много наперстков валялось. Он уже тогда разводился. Даже древние греки русскими были. Греки, от слова грехи. Неудавшаяся ведь в наших предках. Где доказательства, в истории все меняется, кроме традиции и манер. Во-первых, любой тяжелый труд у греков считался позорным. А любимым занятием у греков было собираться на симпозиумы. Кстати, симпозиум в переводе с греческого означает попойка. В древней греки так и шутили. Три грека – это симпозиумы. Ну и кто они после этого? Что, эстонцы, что ли? Три грека – симпозиум. Греки уже тогда любили собираться по-троя, по-нашенски. У них даже главный город как назывался? Троян, правильно. И троянский конь наш с виду деревянный, а тронешь столько неожиданностей. Все наши египетские жрецы, наши попы древние. Жрецы. Они уже тогда ели больше остальных. Так, как и называли жрецы. А Ной, который ковчег построил, наш дед Мазай. Все от наших. Римлян возьмем. Кто жил на Пиренейском сапожке до римлян? Читаем в энциклопедии. Загадышный народ – это русские. О, это русские. А кто в Риме, кроме наших, мог сразу построить развалины водопровода? Все от наших. Говорю вам. Читаем в энциклопедии. Цитирую. Столица. Внимательно слушайте. Столица Римской империи была богата за счет того, что все остальные города жили бедно. Это вам ничего не напоминает? Ну да, недаром есть выражение Москва, Третий Рим. Далее. В энциклопедии. Боюсь читать вам. Глазам не верил. Несколько раз перечитал. Когда денег в римской казне не хватало, сажали в тюрьму кого-то из олигархов. СМЕХ. Наши, наши, все признаки. В Сенате. Готовы? В Сенате. В римском написано в энциклопедии «Сенаторы часто дрались». Вот так. Один из энциклопедии, считаю, был настолько дрочливым, я зачитываю, что его кликуха была бешеной. Однажды он так взвинтился, что всех полил нектаром. Нектаром. Ну, минералки не было в то время. Ну и что, он латыш после этого? Нет. В энциклопедии прямо написано, он был сыном этруски и неизвестного юриста. Что еще? Давайте рассмотрим. Франция. А, Франция даже долго останавливается, смысла нет. И так ясно. Французский язык произошел от русского. Вон сколько наших слов до сих пор у них. «Похотмане, абажур, шипунель, аэропорт, шнурки, лапша-де-ширак». А с чего Париж начался? С елисейских полей. Слушайтесь, елисейский поляк. Кто на полях всегда елисеял? Наши традиции. Все от наших произошли. Все. Египтяне, португальцы, испанцы. Народ басков в Испании. И те наши. До сих пор их певец у нас поет. Инквизиция. С чего началась? С русской народной медицины. С бана, горчичников, с русской бани. 120 градусов, можжевелую веничек, чуть колючей проволоки добавлено, чтобы пробрало. Недаром иностранцы до сих пор боятся русских бань. Так и говорят, это Russian Crematorium. И великие все в истории наши были. Гомер, слепой, какие книжки писал. Только наш мог так красочно описывать то, что никогда не видел. Ньютон. Только нашего надо ударить по голове, чтобы ему мысль в голову пришла. Колумб. Только наш мог поплыть в Индию, а попасть в Америку. А Пизанскую башню в Средневеке без фундамента кто мог сразу построить? Только молдаване. Но их тогда еще не было. Все от наших, все китайцы эти тоже от наших, от сибиряков огостевших произошли. Из языка ясно, лингвисты подтверждают, как рабочих китайских в истории звали? Кули. Потому что их так и спрашивали. Кули, ты работаешь? Даже герои мифов, легенд, все русские. Зевс, наш, пахан на зоне типичный. Венера, торговка, у нее товар с руками оторвали. А этот Тисей, Тисей, единственный, кто догадался, как облапошить Минотавра. По-нашински. Легенду помните? На Крите в лабиринте жил Минотавра, чудовище. Ему каждый год скармливали 12 юношей, 12 девушек. Тисей по-нашински сказал, все, замочит его, заказ принял. Сам вошел в лабиринт с нашинской смекалкой. Постоял, вышел. Говорит, убил, все, замочил. Все поверили, жрать чудовище не давали, а оно и сдохло. И напоследок, много можно приводить подобных примеров. Конечно, к сожалению, Украина хочет все присвоить себе. Не получится. Украина как сама образовалась. В России кто-то что-то украдет и накраину. Украл накраину, украл накраину. Вот там, где скопились все, кто украл, Украина. Недаром у них до сих пор главное предприятие, которое торгует газом с Россией. Знаете, как называется? Укргаз. Высшая степень чувства юмора, когда человек может посмеяться над собой. Чтобы не быть голословным, прочитаю пародию на самого себя. Я действительно слишком много в последнее время говорил о русском языке, о том, какие корни в русском языке, о том, насколько он дорог мне. Я уже не раз говорил о том, как наш язык все более наполняется эффектными, но непонятными иностранными словами. Называешь человека менеджером и не понимаешь, чем он занимается. Обезличка менеджера. И что? Предприниматель. Что он делает? Предпринимает. А еще непонятнее, чем занимается человек, который называют папарацци. Вряд ли это папа, который говорит папарацци. Истинные ценители русского языка знают наши родные слова всегда точнее обезличенных иностранных. Потому что образовывались по природному смыслу, значит, указывали на суть явления предмета, а также профессии. Дворник. Сразу видно. Убирает двор. Понятно. Пожарный. Тушит пожар. Участковый. Принимает участие. Вы что смеетесь? Не согласны что ли? Милиционер. Милое лицо. Я согласен с российскими патриотами, если хорошенько подумать, в нашем великом и могучем всегда найдутся достойные замены любым забугорным непоняткам. К примеру, вместо мутнейшего слова спамер можно говорить ясно и понятно письмосыл. дизайнер. Лапшевец. Кстати, в народе процесс пошел. Например, бюрократическое, сухое выражение. Работник ЗАГСа. Как говорят в народе часто, бракодил. Правильно. Не доводилось слышать, как молодежь называла мобильник, трендозвон. Тоже правильно. А настораживает, когда, допустим, кто-то говорит из женщин, я была у дерматолога. У кого ты была? У дерматолога? И что он искал в тебе? Зато никаких вопросов не вызовет, если сказать по-русски. Мне надо срочно показаться шкуроведу. Конечно, некоторым иностранным современным терминам, которые вошли в нашу жизнь с развитием технологий, трудно подобрать слово сегодня. Тогда можно сотворить его по законам нашей родной языковой стародавней логики. Дегустатор пищи. Дармоед. Сомелье. Дармахлёб. Лавелас. Бабаголик. Звезда шоу-бизнеса. Звезда пшик. Чиновник. Жизнесос. Секретар же чиновника. Кофеноска. Есть такие в зале, судя по всему. Олигарх. Нефтикач. Спонсор. Жиробес. Киллер. Жиробеса в теме. Тюк. Манекенщица. Туды-сюды ходилка. Можно, можно косьми бряцалка. Модельер. Очень жутко шмотка нос. Хохол. Газотыр. Конечно, кто-то возмутится. Что за слова уроды? Зато наши, англичане, американцы, не стесняются таким образом составлять слова. Известнейшее в мире слово футбол. Переведите. Нога-мяч. А известное слово всем кенгуру на австралийском аборигенском, между прочим, в переводе означает кенгуру, сумка-прыг. Поэтому не надо стесняться. Нотариус. Печати наложитель. Юрист. Дышловерт. Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Программист. Кнопкотык. Можно клаватюк. Компьютерщик. Мышка-блудец. Как-то живо вы отреагировали на это. Дистрибьютор. Лохоискатель. Промоутер. Чушедай. Визажист. Мордокрас. Аудитор. Насосуй. Сразу видно, кого сколько в зале. Это я сканирую, когда я останавливаюсь. Папарацци. Везде Насосуй. Менеджер. Сам не знам, но вам объясням. Инвестор. Влагалец. Э, вложенец. Спокойно. Спокойно. Я ошибся. Как вам не стыдно, а? Ну, как вам не стыдно? Полную ревизию терминов. Полную. Надо провести в медицине. Единственное название профессии, которая точно отражает, чем занимается врач, это ухо, горло, нос. Но такое ощущение, что это чикатило какой-то. Это расчлененка. Вот ухо, вот горло, вот нос. Есть, конечно, слово оттоларинголог, но это скороговорка, его учить надо. Нашим людям это не под силу. У меня есть знакомая врач, ухо, горло, нос. К ней приходят, спрашивают, вы по ушам? Вот. Она говорит, я и в нос могу. Потому что нет правильного слова. А некоторые говорят, вы ушнюк? Она говорит, я ушняк. А вам ушнюк нужен? Она с юмором такая. Да надо называть, надо найти слово. Ухо, горло, нос. Заглядун. Вот нормально. Можно спутать с практологом. Это... Для практолога что-то другое. Перевертыш. Хирург-отрезун. Нарколог-глюковыведун. Стоматолог-вротопальцем-залезун. Анестезиолог-выключатель. Медсестра-уколог. Можно утконос. Диетолог. Ням-ням, хрен. Вообще, шутки шутками. А на Украине-то всерьез составили подобные словари? Когда мне его прислали, мне пришла идея то же самое. Поёрничать и сотворить для нас. А у них всерьез составлен новый словарь. Чтобы не говорить русские слова, но заодно и английские. Электрокардиограмма. Готовы? Готовы? Сердце-шокозапись. Но это ничто по сравнению с эксгумацией. Труповыкоп. Но меня добило слово зоофил. Я боюсь говорить, тварелюб. И нам надо новый словарь современного славянского новослова. Помимо иностранностей, необходимо современять длинные, длиннющие, трудновыговаривающиеся выражения. Ну что это такое? Каждый раз. Это противно говорить. Как это вот это вот прочитать? Забыл. Автор телевизионных сериалов. Ну что это? Соплежуй. Нормально. Пенсионер тоже не точно. Пенсия не определяет уровень заработка пенсионера. Она говорит, ласково и честно. Пенсионер сериаловед. А это длинное выражение финансовый кризис банковской системы для среднего россиянина. Похрен дым. Короче, чтобы жизнь наша прояснилась, чтобы мы наконец вынырнули из своей бесконечной исторической туманности, нам нужен ясный язык с понятными, честными, современными словами. Фотография Харри Рожа. Фотография на паспорт. Страшноморде. Портной. Шматкостряп. Доярка. Сиська-дёрка. Домохозяйка. Типа, что-то делаю. Моряк дальнего плавания. Сейчас не смейтесь, это грустно. Моряк дальнего плавания. Не до папа. Кассир-общитун. Бухгалтер-босс-общитун. Личный водитель-босовоз. Водитель маршрутных такси-мясовоз. Консьержка-вахтодрых. Гаишник-бабкосос. Официант-блюдонос. Повар-блюдодел. Шеф-повар-блюдоделу-наблюдуй. Липоксация-жиросос. Эпилятор-махнадральник. Сатирик, который всё это написал. Жутко пис. Вы прекрасно понимаете, что без американской темы я обойтись не могу. Дневник американского солдата. Имейлы с фронта. Эмейл номер один. Здравствуй, дорогая. Сегодня у нас на военной базе праздник. Мы летим в Ирак. Командование предупредило. Война будет очень тяжёлой, потому что там очень жарко. Ребята говорят, Ирак очень далеко. Даже дальше, чем Мексика. А сержант вообще утверждает, что Ирак находится на самом юге Африки. Но полковник, который раньше преподавал географию старшеклассникам в колледже, сказал, что сержант не учил. И что Ирак не на юге Африки, а на севере Индии. А утром к нам обратился президент Папейджеру. Он объяснил, что иракский лидер не хочет делиться нефтью. Это значит, что он против демократии. И теперь главный долг Америки принести иракцам демократию, поскольку мы, американский народ, главный разносчик демократии в мире. Полковник сказал, что наш президент очень мужественный человек, раз отважился воевать со страной всего в 20 раз меньше. Но мы все уверены в скорой победе, потому что у нас самое современное оружие, противопехотные памперсы. Только одного не можем понять. Как всё-таки правильно говорить, Иран или Ирак? И ещё одна радостная весть. Теперь ты будешь довольно часто видеть меня, дорогая, по телевизору. ТВ будет показывать бои в прямом эфире. Между телесериалом «Смерть от зубочистки» и ток-шоу «Влияние солнечных бурь на целлюлит у самцов калифорнийских черепах». Обещаю тебе во время каждого боя махать рукой. Не волнуйся за меня. Я взял защитный крем от солнца. И мэйл второй. Здравствуй, милые. Мы прилетели в Ирак. Здесь действительно очень жарко. Судя по всему, это всё-таки не Индия. Потому что жители совсем не похожи на индейцев. Зато полковник уточнил в командовании, что правильно страну называть Ирак. А Иран, оказывается, это такое радиоактивное вещество. Иран-238. Сержант предупредил нас, что завтра начнутся боевые действия. Это он узнал по радио. Ещё он сказал, что с нами будут воевать англичане, испанцы и поляки. Но не сказал, на чьей стороне. Конечно, нас напугало командование тем, что на этой войне будут не человеческие лишения в блиндажах, нет кондиционеров, окопы бездушевых. Но мы, американцы, герои, мы выдержим всё, даже если во время боя не будут разносить Кока-Колу со льдом. А вечером в лагерь с песнями и визгом въехали камуфлированные телеги с валами. Это прибыл воевать украинский батальон химзащиты. Они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своём лесном камуфляже. На всех зелёные маскировочные костюмы, на головах ветки от деревьев, у офицеров пеньки, чтобы их можно было отличить во время бомбёжек. За ними прибыли какие-то эстонцы, литовцы, латыши. Сержант утверждает, что это такие племена из американских резерваций, которые находятся в задней части Европы. Впрочем, эти племена очень добрые. Они прислали гуманитарную помощь иракским детям. Эстонцы – две фуры с детским питанием. Литовцы – четыре фуры с детской одежды. Алтыши – 200 фур с учебниками латышского языка. И-мейл третий. И-мейл третий. Сегодня мы вышли впервые на позиции. Начались боевые действия. Потому что позавчера иракцы вероломно обстреляли наш самолёт, мирно бомбивший их города. Командование страшайше предупредило нас, чтобы никто в плен не сдавался. Иракские воины страшно наших пытают, не дают им попкорна, отбирают DVD-плееры и запрещают пользоваться ниткой для чистки межзубного пространства. Зато мы чувствуем себя героями. Говорят, весь мир уже откликнулся на войну с Ираком. Бритни Спирс учит иракский язык. Мадонна отрастила бороду и выпустила новую книгу в постели с Хусеем. Но самое страшное, нам раздали украинские противогазы. Они так пропахли салом и чесноком, что мы решили, лучше будем дышать и притом, и зарином. Скажи сыну, что папа обязательно вернётся живым, если ему не наденут украинский противогаз. И-мейл номер 4. С каждым днём нам приходится здесь всё тяжелее. Уже месяц мы чувствуем по запаху чеснока, что где-то рядом находится украинский батальон химзащиты. Если в ближайшие дни ветер не переменится, нам конец. Вчера сержант даже упал от этого запаха с бронетранспортера, потому что у него закружилась каска. Медсестра хотела ему сделать укол, но он подал на неё в суд за сексуальное домогательство. А иракцы оказались варварами, они не знают, что мы сильнейшие в мире и всё время на нас нападают. Наши новейшие лазерно-позитронные устройства для сбоя вражеских прицелов не работают, потому что у них нет прицелов. А на прошлой неделе нам прислали сверхновые вертолёты, которые летают так низко, что не засекаются никакими системами слежения. Так позавчера какой-то иракский крестьянин, которому этот вертолёт мешал обрабатывать поле, сбил его мотыгой. Пентагон подал на него в суд за использование оружия несанкционированного ООН. Президент выпросил у Сената 5 миллиардов на противомотыжную защиту и противолопатную доктрину, поскольку прошлая доктрина антисовковая устарела. И мы у пятой. Сегодня самый страшный день. Где-то заблудилась походная попкорница и полевой Макдональдс. А наступление наших танков приостановилось, так как у самого Багдада на светофоре загорелся красный свет. Оказалось, у этих дикарей испортили светофоры. Мы простояли на перекрёстке до вечера. Сержант утверждает, если бы не было иракцев, мы бы их давно победили. Журналисты просят, когда войдём в Багдад, залить его на палмам, чтобы им хватило света для съёмок. Единственное, нам запрещено бомбить север Багдада, так как Голливуд снимает там эротический триллер о взятии Хусейна секс с Хусейном в большом городе. Первоначально в роли Хусейна собирались сняться Арнольд Шварценеггер, Том Круз, Джулия Робертс и Макалей Калкин. Но гонорар был такой, что согласился сняться сам Саддам Хусейн. В отчаянии, что война скоро закончится, я так не попаду на телегран, я стал, дорогая, махать тебе перед камерой двумя руками. Журналисты наконец заметили меня и показали по телевизору с титрами «Американцы героически сдаются в плен под Багдадом». «Ура, я тоже стал телезвездой!» И мейл шестой. Вплотную подошли к Багдаду. По пути встретили много сухих деревьев со скрюченными листьями, множество дохлых птиц, насекомых и кротов с выпученными глазами. Значит, здесь проходил украинский батальон им застит. Он нас и выручил, не выдержав запаха лука. Иракские войска бежали из города, после чего наши войска геройски в него вошли. И мейл седьмой. «Дорогая, можешь нас поздравить! Благодаря находчивости сержанта мы захватили тридцать четыре Хусейна!» Это на одиннадцать Хусейнов больше, чем захватил соседний с нами взвод. А украинцы вообще захватили всего восемь Хусейнов, из которых две женщины и один кот. Все Хусейны в настоящее время отправили на кастинг ДНК УЦОВ. Приятно, что первое место занял наш Хусейн. Жюри установили точно. Это он. Теперь устанавливают, кто он. Только обидно, что, кажется, зря мы воевали, терпели все это лишение, поскольку ядерное оружие инспекторы ООН так и не обнаружили. Оказывается, что бы ни делали последние десять лет иракские ученые-ядерщики, у них всегда получалась Анаша. Зато президент прислал нам всем на пейджер смс-ки. Он поздравил нас всех с успешным завершением операции. Он подчеркнул, что мы, Америка, миролюбивая держава, поэтому не оставим мир в покое. И скоро понесем его в Северную Корею и в Иран. Сержант сказал, Северная Корея – это озеро в Тихом океане. Но они не готовы к войне с нами. Туда еще не завезли фанту. В ПС вечер того же дня. В Багдаде началось мародерство. И на нас неожиданно напал украинский батальон химзащиты. Он попытался отобрать у нас все, что мы отобрали у ракцев. Оказывается, украинцам вообще не платят зарплату. Сказали, что добудете в раке, то и ваше. Таких сильных боев не было за всю войну. Если я не вернусь, скажи сыну, что его отец был настоящим американцем, героическим разносчиком демократии. Вообще, вся эта мода богатых на экзотику, она такая смешная. Вот этому и посвящена миниатюра, которую, конечно, должен был бы читать артист. Не я. Но я, как автор, прочитаю, не кривляясь, с невозмутимым лицом. А вы представляете кого-нибудь из артистов. Гена, Гена, я чего тебе звоню? Ген, ты это, ты к нам в гости больше со своей женой не приходи. Почему? Как тебе объяснить? Понимаешь, я знаю нас, продвинутые, моя жена тоже неадекватная. Правда, она считает, что она просветленная, как и твоя. Знаешь, когда я первый раз просветление в голову вступила? После того, как ты шесть лет назад, Гена, оставил у нас, вроде случайно, брошюру «Очистка кармы крапивой». Тебе смешно, Гена? А моя месяц по этой брошюре мне карму чистила. До сих пор вся карма в пупырышек. А потом твоя жена дала ей почитать кулинарную книгу «Тысячу двести блюд из сырого лука от всех болезней». Я год плакал, но ел, Гена. Я ничего тебе не сказал, хотя к тому времени у нас уже целый библиотек. Я в твоих просветленных даров скопилась. И водительская книга «Йога за рулем», и танцы тайчи при встрече с ГАИ, и сельдерей для потенции, и морковка от одиночества. Ты не смейся, Гена, а свою брошюру помнишь, как улучшить зрение и слух с помощью капустного листа? Не помнишь, я тебе напомню, надо в течение недели, Ген, ты слышишь, каждый день на 10-12 часов надевать на лицо капустный лист прорезями для глаз и ушей. Ха-ха, ты представляешь, Гена, как на меня смотрели мои коллеги по работе? А в метро? Я, Гена, человеком себя считал до того, как стал ездить с капустным листом в транспорте общественно. Тем не менее, я остался тебе другом, Гена, даже после сборника откровений Люберецких «Махатом». под названием «Как открыть третий глаз». Ты это забыл? Я тебе напомню, я на всю жизнь запомнил. Чтобы разблокировать третий глаз, ты слушай, слушай, Гена. Мусор не надо выбрасывать между полнолуниями. Ты, Гена, пробовал не выбрасывать мусор между полнолуниями? А зря. Такие эзотерические благовония по всей... А потом с этим мусором, Ген, ты меня слышишь, в нарождающуюся луну. Это очень важно, Гена. Да. Надо в час пик с мусором между полнолуниями, который скопился, пойти на проезжую часть дороги и выбросить этот мусор под самую быстро проезжающую машину. Тебе смешно, Гена? А я ж всё сделал, как написано. Я вышел в час пик с мусором и выкинул его под джип. Он очень быстро нёсся. Что дальше было? Из джипа такие махатмы люберецкие повылазили, что у меня третий глаз не только открылся, но и сразу опух. Ну я и тогда сдержался, Гена. А вот после твоего последнего подарка моё терпение кончилось. Скажи честно, Гена, ты зачем в прошлый день рождения моей подарил китайскую энциклопедию под названием Феньшуй? Сначала я не обратил на этот подарок внимания. Думал, это такая инструкция к фену, который в шуе произвели. Оказывается, это древнекитайское учение, Гена, по которому китайцы, Гена, ты слышишь, становятся счастливыми, всё переставляя в квартире. Тебе смешно? А моя ж всё по этой брошюре теперь, у нас же всё по феншую. Не смейся, Гена, ты пробовал когда-нибудь спать по феншую? Ха-ха, с правильной ориентацией на четыре части света. Почками на север, пятками на восток, кадыком на юг. Это не смешно, Гена, каждую ночь штопором завинчиваться? А чтобы тебе снились счастливые сны китайских мандаринов, Гена, спать, оказывается, по феншую. Надо на самом юго-западе квартиры, на самом. А у нас на самом юго-западе только балкон, Гена, застеклённый полиэтиленом, понимаешь? Летом ещё ничего спать на нём. А с начала февраля, Ген, ты знаешь, лёгкий дискомфорт от сосулек в носу. Гена, будешь смеяться, а твоим детишкам тоже подарю продвинутое, например, пособие для детей, как из мебельного гарнитура с помощью топора сделать индийский шалаш для медитации. Почему? Потому что моя Гена даже входную дверь и ту переставила. По феншую, конечно, да. Потому что дверь у нас выходила на закат. А с заката, Ген, оказывается, в квартиру может зайти негативная энергия старения. Поэтому дверь должна выходить строго на восход. А на восход у нас только окно. Было. Теперь это дверь. Хорошо, второй этаж рядом пожарной лестницы. Ты вообще, Гена, представляешь, окно с дверным глазком. А коврик для вытирания ног на подоконнике. Что, где окно? Окно, Гена, чтоб энергия ци. Нет, не ци-ка, а ци. Наполняло тебя во время сна, окно должно смотреть непременно на юг. Мы его и прорубили на юг. На юге у нас соседняя комната отказалась. Соседская причем. Причем кладовка. И теперь, когда мы спальню проветриваем, от энергии ци, ты знаешь, назойливо тянет нафталинов. Чтоб твои дети, Гена, всю жизнь жили по феншую и на твою феншуевую пенсию. Потому что у нас все по феншую из-за тебя, Ген, понимаешь? Свет должен струиться снизу, моя паркетка прямо к полу прикрутила люстры. Они теперь сухостоем при ходьбе. Покачиваются и позвякивают и наполняют тебя музыкой ветра. А посреди люстр моя поставила феншуйский талисман, дракон, защищающий дом от воровства. И точно в марке нас ограбили через нашу новую входную дверь. Причем украли все. Даже коврик с подоконника. Одного дракона не взяли. То есть от воровства он, конечно, защищает, но только самого себя. Воры даже записку оставили. Извините, этого урода оставляем в бам. Мы ж не звери монстром любоваться. А в последней главе твоей энциклопедии «Мудрости Гена» написано, что в вентиляционных трубах поселяются бесовские энергосущности. Ты слышишь, Ген? И чтобы их оттуда изгнать, надо читать прямо в вентиляционные отверстия по ночам священные мантры. Гена, ты представляешь мою орущую ночью в вентиляционную трубу? Мантру «Ом манепадлэхум!» И что ты думаешь, сущности ей ответили? Тоже начали орать? Ей, придурки, кончай орать два часа ночи. Причем так много сущностей в доме оказалось, да? И все так матерятся. Короче, Гена, я тебе чего звоню? Главное условие для растущего богатства, Гена, сложить в одну кучу все деньги в доме. В кучу деньги. Ты пробовал складывать свою зарплату в кучу? Ну, мы, конечно, разменяли мелочи. А чтобы деньги не переводились, Ген, по феньшую сверху на эту кучу надо посадить китайскую ритуальную жабу. Символ богатства. И каждый день этот символ целовать. Ну, мы пошли в зоомагазин, купили жабу, посадили ее на кучу и давай целовать. Месяц целовали. И ты знаешь, Гена, я вдруг почувствовал, что поцелуи вскоре стали взаимными. И только потом мы прочитали, что жаба-то, оказывается, имелась в виду фарфоровая. Ритуальная. А уже не выбросить, жаба-то наша уже привыкла, без поцелуев не может. И мы, честно говоря, тоже, Гена. Короче, что я тебе звоню, Гена? Самое главное по феншу это желать друзьям добра. Так вот, я тебе по-доброму желаю, ты больше к нам в гости не приходи. А если придешь и продолжишь мою просветлять, я твоим детям все-таки подарю пособие для продвинутых детей, просветленных родителей. Занимательная микрохирургия глаза в домашних условиях, пока папа спит. Мне срочно надо было позвонить в справочную. Я поднял трубку, гудка не было. Вместо нее грустный мужской голос сказал, здравствуйте. Здравствуйте, ответил я. Вам сыр не завезли, спросил голос. Это у многих я со своим телефоном не могу общаться. Я решил, что вот это вот надо писать. Вам сыр не завезли, спросил голос. Мне нет, ответил я. И стал ждать. Голос помолчал, потом сказал, странно. И в трубке раздались короткие гудки. Я набрал 0,9. Милиция слушает. Ответил дисциплинированный голос Смирнов. Я давно заметил, что самые дисциплинированные мужские голоса носят фамилию Смирнов. Извините, это 0,9? Глупо спросил я. Нет, это 0,2. Разумно ответила милиция. Странно, сказал я, я набирал 0,9. Дисциплинированный голос помолчал, потом сказал, попробуйте наоборот. Что наоборот, не понял я. Ну, какого непонятливого возмутилась милиция, не выходя за рамки дисциплинированности? Это же так просто. Если вы набираете 0,9, попадаете на 0,2, надо набрать 0,2 и попасть в 0,9. Понятно? Такой сообразительности от милиции с фамилией Смирнов я не ожидал. Мы дружески попрощались, я набрал 0,2. Скорая помощь. Вяло ответил женский голос с маленьким окладом. Чего вам? Извините, я звоню в справочную, извинился. Я справочную 0,9, по-милицейски разумно заменила скорая помощь. Я знаю, попытался оправдаться я, поэтому я и набираю 0,2. А попал 0,3. Голос в трубке долго молчал. Потом сказал не без интереса, давайте ваш адрес, я вышлю к вам бригаду санитаров. Убеждать голос в чем-либо было бессмысленно, поэтому я повесил трубку, а когда снова приложил ее к уху, уже знакомый, ну, так чуть погрустневший голос спросил, а вам сыр так и не завезли? Мне жаль был этот голос, но врать я не мог. Пока нет. Но еще есть время, обнадежил я. Нас перебила телефонистка. Хабаровск заказывали, ждите. Я ждал, вечерело. Неожиданно в трубке кто-то вздохнул. Хабаровск спросил я. Не понимаю, почему вам сыр не везут вскликнул. Не знаю права, я в справочную дозвониться не могу. Хабаровск на проводе, говорите. Приказала в телефонистке и отключилась вместе с сыром и телефоном. Когда я снова поднял трубку, в ней, судя по теме, говорили две, видимо, очень красивые женщины. Их не хотелось прерывать, но мне нужна была справочная. Я тактично кашлял. Ой, это мой муж. Воскликнула та, которая явно была покрасивее. и, судя по звуку, упала на пол вместе с телефоном. Начинало темнеть, но я упорно набирал справочную. Несколько раз было занято, потом никто не отвечал. Наконец, трубку сняла моя мама. Мы с ней давно не виделись. Мама искренне обрадовалась, что я целый день набирал справочную. Ведь иначе бы я с ней не поговорил. Мы бы говорили долго, но вдруг мужской голос с горечью спросил у мамы, а вам сыр не завезли? Нас подслушивают, запричитала мама. Я всегда тебе говорила, что они снова у власти. Она разволновалась и повесила трубку. Я посмотрел на часы. Звонить справочную, будить остальных незнакомых людей в городе было неинтеллигентно. Я решил готовиться к осну, но в это время раздался звонок в прихожей. Я открыл дверь в квартиру нездоровой, по-английски, можно сказать, ворвались санитары с носилками. Кто вы? Ошарашенно спросил я справочная. И справки даете? Мы всем справки даем. Было тихо и звездно, когда мы меня выносили, на душе было спокойно. Единственное, что огорчало, что кому-то так и не завезли сына. А вот это, это такая дурь, что читать стыдно. Вот правда. О, родной человек. Теперь не стыдно. Спасибо большое. Врач-стоматолог поставил пациенту зубы и просит, а теперь, чтобы нам убедиться, что все в порядке, что я все правильно вам сделал, прополощите, пожалуйста, рот и скажите, сколько стоит сегодня стоксиль? Стоксена. Пациент. Что сказать, доктор? Доктор, сколько сегодня стоит стоксена? Пациент. Откуда я знаю? Доктор. Что откуда вы знаете? Пациент. Откуда я знаю, сколько он стоит? А вам зачем это надо знать, доктор? У вас корова? Доктор. Нет у меня никакой коровы. Просто как вам это объяснить? Мне надо, чтобы вы внятный разборчат, так, чтобы я вас понял. Произвините, сколько стоит стоксена? Ну? Ну? Пациент, доктор, с вами все в порядке? Вам помощь не нужна? Нет? Доктор, со мной все в порядке? Я с вами не уверен. Давайте, говорите. Пациент, что говорите? Сколько стоит стоксена? Сегодня? Пациент, я и вчера не знал, сколько он стоит. Я не понимаю, доктор, вы что, сеном торгуете, да? Как вам не стыдно? Вам что, заработка не хватает? Вы бы еще стропы парашютные вязать начали. Доктор, послушайте, я в последний раз вам говорю, я сеном не торгую, у меня нет коровы, у меня даже в детстве не было коровы, понимаете? У меня было тяжелое детство, я из детдома. Пациент, вы угрожаете, доктор? Доктор, нет, я объясняю, мне, лично мне, поймите, все равно, сколько стоит стоксена, но это мне надо, чтобы вы лично сказали, сколько стоит стоксена. Пациент, доктор, вы сейчас поняли, что вы сказали? Доктор, я-то понял, а вот вы давайте немедленно говорите, почем сегодня стена? Пациент, почему немедленно? Оно подорожать должно? Доктор, господи, ты зачем мне послал этого тормознутого? Пациент, ну хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Так, доктор, а большой или маленький? Что большой или маленький? Стоксена. Средний, немедленно говорите, сколько стоит средний стоксена? Сегодня, средний. Хорошо, я скажу, только вы мне скажите честно, доктор, это выгодно сегодня сеном торговать? А то я дурак же и кроссовками торгую, а, наверное, сеном надо, да? Если да, можете не говорить, подмигните только. Вы сумасшедшие, как можно торговать сеном? Это трава, понимаете, трава, травка. Ну, травкой как раз и можно торговать, тем более, такими объемами. Какими? Стогами. Причем тут травка, я вам про сено говорю, сено. Доктор, вы сено курите. Но вы извращенец, доктор. Это вы извращенец. Вы единственный пациент, который отказывается сказать, почем сегодня травка. Сено. Сено сегодня. Почем? Пациент. Все говорят, почем? Доктор, все говорят, ну, времена пошли, народ с тогами травку курить начал. У меня к вам встречный вопрос. Доктор, вы пару кроссовок не купите у меня? Доктор, о боже, скажите честно, вы придуритесь? Конечно, придуриваетесь. Думаете, я сразу не понял, что вы взятки берете? Но меня возмутили размеры этой взятки с тогами. Доктор, идите отсюда, или я заберу свою работу обратно. Пациент, нет уж, теперь я не уйду, пока вы у меня кроссовки не купите. Хотя бы одну штучку. У нас скидки, доктор, кто купит одну кроссовку за 800 долларов, вторая бесплатно. Вон, господи, зачем ты послал мне этого выкидыша покемона? Пациент выходит, рядом с кабинетом сидит другой пациент. Первый пациент обращается к нему. извините, а вы можете сказать, сколько сегодня стоит стоксина? Этот пациент шепелявя, запросто. Сколько сегодня стоит стоксина? Первый пациент, о, еще один придурок. Но этому экземпляру доктор долго будет объяснять, что у него было трудное детство. Налог так называется беззащитное поколение. О моем поколении не обижайтесь тех, кто постарше. Это о нас. О нас. Но из добрых побуждений, поверьте. Конечно, надо было бы это читать артисту. Рассказик грустный, сразу предупреждаю. Но я прочитаю, как автор. Ладно. Папа, мама, садитесь и внимательно меня слушайте. Я ухожу. Вернусь из садика поздно. В нашем детском садике сегодня вечером кастинг на роль снежинки. Конечно, я буду за вас волноваться. Вас же одних нельзя оставлять. Вы опять что-нибудь натворите. В прошлый раз, пока меня не было, вы весь стефлон со сковородок со скреблей. Вы думали, что это нагар. Бабушка, ты сварила спагетти в электрическом чайнике. Я их потом полночи фантой пыталась растворить. Но фанта оказалась такой святой, свежей, что растворилась даже в спирали. Поэтому, бабушка, садись и тоже запоминай. Бабушка, тостер это такой прибор для подсушивания хлеба. А ты что вчера сделала? Ты зарядила в него свои обувные стельки. Они у тебя через две минуты в окно выстрелили. Дедушка, дедушка, тоже иди сюда и слушай. Никогда, понимаешь, никогда больше не пытайся сушить в микроволновке свои охотничьи патроны. дедушка, микроволновка это высокие частоты, а в результате резонанса свободных электронов, помещенных в нее металлов с вынужденными колебаниями конвергентных многополярных источников, дедушка, сам понимаешь, что может произойти? Дедушка, ты понял? Да, дедушка, это я с тобой разговариваю. Дорогие мои родители, я понимаю, что вы еще молодые любознавельные, но не надо, не надо, когда я уйду изучать мои вещи. Папа, ты в прошлый раз, когда я задержалась на дне независимости нашего садика, ты побрился моим эпилятором. Папа, дедушка, не ищи под моей кроватью винчестер, это диск от компьютера, а не охотничье ружье времен твоей молодости. Вообще, не трогайте компьютер, это святое. Правда, я вам уже однажды сказал, что компьютер это святое, так вы на крещение облили его из ведра святой водой. Теперь ты, мама, пока меня не будет, не трогай мою косметику. Как ты в прошлый раз, что ты сделала? Ты намазала себе под глазами моим скрабом для пяток. Потому что, мама, надо читать инструкции, а инструкции все на иностранных языках. Я знаю, ты в школе английский учила, но это была советская школа, мама. Поэтому ты до сих пор уверена, что сит-даун означает садись, придурок. Господи, когда же вы у меня наконец станете современными и начнете хоть что-то догонять, когда вы научитесь пользоваться кофеваркой так, чтобы она не оставляла пятен на потолке. Когда вы перестанете мерить бабушке давление соковыжималкой. Когда вы наконец поймете, чтобы заварить чай, не надо его вытряхивать из пакетиков чашку. Когда вы перестанете считать, что лапша доширак названа в честь президента Франции. Ты, бабушка, перестанешь путать кока-колу с комедгелем и просить у соседского эрдельтерьера лапу после рекламы, если у вас болит голова, возьмите у пса. Впрочем, вы у меня еще ничего, а у Сережки предки вообще отстой. Он, уходя, попросил их скинуть его письма на мыло. Вернулся, в ванне все конверты лежат в мыльнице. Господи, какое же ваше поколение бестолковое. Ну, как вам объяснить, что лифтинг это не катание на лифте, что материнская плата это часть компьютера, а не алименты, что лизинг слово не от слова лизать. И бабушка, бабушка, это неприлично, когда ты говоришь, я занимаюсь лизингом мороженого, понимаете? Когда вы, наконец, запомните, что мусорные пакеты с запахом клубники одноразовые. Их не надо стирать и развешивать на моем велотренажере. А кредиткой папа надо расплачиваться в магазине, а не пробивать ее в автобусе компостера. Не обижайтесь, я из любви к вам говорю, потому что я уже в старшей группе детского сада, жизнь знаю, а вы у меня беззащитные выросли. Поэтому самое главное, дверь входную никому не открывайте, слышите, сколько бы ни звонили, только на условный стук, 16 ударов длинных, 25 коротких. Вечером гулять не ходите, вы на входной двери код забываете. Папа, ты каждый раз стоишь, ждешь, когда кто-нибудь выйдет. Ты так уже две ночи простоял у нас перед выходом. И потом, в наше время по вечерам гулять опасно. Что значит, дедушка, милиции полно кругом? Вот это как раз и опасно. Я понимаю, дедушка, что ваше поколение вмазало Гитлеру, но не дай бог вам вечером в сквере встретиться с нашей милицией. Тебе военные годы покажутся самыми счастливыми в твоей жизни. Милиция, если вы есть в зале, не обижайтесь, порознь, вы нормальные ребята, совершенно. Вы не поверите, мы иногда собираемся с подругами, пацанами и ей богу, жалеем старших. Как вы космос осваивали. У Верки дядя наслушался реклама, что Ферри лучше всего уничтожает жир, тут же намазал им живот. Причем постарался втереть как можно глубже. Хорошо, внутренний принял. Наташка утром предков попросила ей деньги положить на мобильник. Вечером смотрит, мобильник на столе, на нем 100 рублей лежит. У Лариски тетя пошла выбирать телевизор, ей продавец показывает, как пользоваться пультом, вот тут, говорит, кнопка меню. Она ему отвечает, мне меню не надо, я сама готовлю. Воспитательница, директриса утром дала задание отправить факс, а вечером к ней в кабинет прибегает уставшая, потная, в истерике, не могу, говорит, все, за день 204 раза этот чертов факс отправила, он все обратно вылезает. Я представляю, как на том конце ее факс 204 раза теряет. А у Кузьмича, моего бойфренд из младшей группы, бабушка все время путает мобильник с пультом управления телевизора, решила в скорую позвонить, набрала на пульте 03, там последнее известие, ее вообще потом еле откачали. Я к чему говорю, родители, дорогие, телевизор после 8 я вам смотреть запрещаю. Особенно реалити-шоу. Не заснете, вы прожили добрую жизнь. Ты, папа, в той жизни был лингвистом. Вот и читай на ночь маме, что Пушкин какие СМСки слал Гончаровой. И не вздумайте смотреть мои детские ужастики, такие как Колобштейн, Неваляшка-оборотень, Ожившие ходунки-2, Горшки-людоеды и Подгузники-убийцы. Особенно не смотрите Дед от Мороза. Но если уж вам совсем мам с папой нечего будет смотреть и нечего делать, ну, можете для начала посмотреть наши детские эротические мультяшки. Там у меня найдете Буратино и Эммануэль, Ночи Винни-Пуха, Теремок-маньяк, Любовь слепую, Дюймовочка и Крот. Только не советую смотреть Чебурашка и Крокодил-гейм. И последнее, если чего не знаете, например, как кондиционер включить, например, включите кондиционер, а выключить не сможете, чтобы не замерзнуть, как в прошлый раз, и нем не покрыться, стучите к соседям, там двухлетняя Наташка, она все наладит. Только вы ей пишите, а то она еще разговаривать не умеет. И еще раз повторяю, я приду поздно. Сегодня в младшей группе после кастинга мы будем играть во вторичное вложение ваучеров. Зато если вы хорошо будете себя вести, в субботу поведу вас в театр. Только, конечно, сначала принесу вам вечернее для театра, чтобы вы у меня лохами в театре не выглядели. Кроссовки, майки, а бабушки модный прозрачный топ с Гарри Поттером. Есть такая народная мудрость. Ты молод, пока ты учишься у молодых. И мне как-то эта фраза очень понравилась. Я действительно считаю, что молодые сегодня чувствуют время лучше, чем наше поколение. И этому надо учиться у них. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Вот, например, моя дочь, когда ей было 10 лет, впервые по моему требованию прочитала трех мушкетеров. Вернее, что значит прочитала? Она пыталась их прочитать, эту книгу. Не смогла прочитать. И говорит, я не могу. Ну, пап, ну, это ужасно. Я говорю, как ужасно? Там любовь, роман, как разбойники. И я впервые думаю, а попробую я ее глазами взглянуть на этот роман. Действительно, молодые немножко по-другому это чувствуют. Ну, слушайте, я попытался, я так вспомнил сюжет трех мушкетов. А, бригада! Это... Три пацана-кореша из-за подвеса гулящей королевы, вы вдумайтесь, замочили уйму ни в чем не повинного народу. Д'Артаньян просто пахан настоящий. Его Бонасье приутил, а он соблазнил его жену и за это избил самого Бонасье. Другое дело, что, конечно, гений, талант, тюма, и у меня еще один знакомый мне говорит, ну, такой полуприятель, вот так скажем, говорит, ты знаешь, это молодое поколение ничего читать не хочет, у меня аж сын подрастает, он не читал даже доктора Живаго. Я говорю, ты что издеваешься над сыном вообще? Ты сам читал доктора Живаго? Он говорит, нет. Я говорю, а что ты хочешь от сына? Вот я, например, доктора Живаго 47 раз пытался читать, но другое дело, тогда, это был антисоветский роман, за это дали Нобелевскую премию, стихи у Пастернака замечательной, но доктор Живаго, сегодня трудно молодежи читать, другие биоритмы, вы заметили, молодежь в оперы не ходит, почему? Казалось бы, что вы отсталы? Они что-то чувствуют фальш одну, не в музыке, нет, а я выскажу свое мнение, я думаю, со мной многие согласятся, но многие опять будут стесняться высказывать свою мысль, ведь я понимаю, что ползала вообще в оперы не ходят, но если, ну признаться, в этом не признается, я могу признаться запросто, я уходил с лучших опер мира, а я, первое, если поют со словами, я хочу понимать, о чем поют, я ничего не понимаю в опере, вот, или вы без слов поете, или, ну когда, о, это задние ряды, они меня понимают, но, ну действительно, я хочу знать, ты в любви признаешься, они, они поют только гласные, я ничего понятнее, другое дело, что арии действительно поют хорошо, потому что красивая музыка, великие композиторы, я лучше арии буду слушать, а потом еще, когда влюбленные не могут поцеловаться, потому что оперных артистов, фигуры дирижаблей, они, они подойти друг к другу не могут совершенно, мы уже привыкли к совсем, и знаете в операх, что есть, почему вот молодежи, мне молодые люди одни сказали, они закончили гнесинку по классу оперное пение, они говорят, оперные певцы очень с собой любуются, они не хотят поделиться своим чувством, вот они любуются своим голосом, знаете, вот я пошел, у меня еще один знакомый, затащил на оперу, на, на Бориса Годунова своего сына, только сказав ему, что там будут лошадь показывать на сцене, сын говорит, лошадь, пошли, пришел, полоперы дергал, дергал папу за ругав, когда лошадь выведут, когда лошадь, он говорит, мне уж неудобно, что мы на первом ряду сидим, когда лошадь, вывели лошадь, он зааплодировал сын, и говорит, пап, пошли, я посмотрел лошадь, все, уходим, я, когда, я пошел смотреть царскую невесту, царская невеста, когда невесту царскую, играет актриса, которая от 68 до 84, у меня ощущение, что царь был некрофилом, я вам честный, а когда мы, еще центнер с гаком, вот такая вот невестушка, знаете, такая копилка на базаре, вот тут вот прорезь надо сделать, и туда в щель монеты опускать, а Марина Мнишек, Марина Мнишек, по сравнению, а это вообще два центнера с двумя гаками, а Гришка Трепев, у него фигура такая, вот диафрагма, волосы и голос, все, ничего больше нет, а Марина Мнишек его должна предупредить об опасности, а он выскочить в окошко, выскочить, я показал его, вот это выскочить, это очень сложно, чтобы он выскочил в окошко, окошко сделали просторным, так что парусность прошла его, и подоконник на 3 сантиметра от пола, вот так вот, я никогда этого не забуду, Гришка Трепев разбежался, он думал, что он разбежался, вот так сказать, вы видели когда-нибудь, как разбегается колобок, нет? Он подумал, что он оттолкнулся, зацепился за 3 сантиметра, там развалился с грохотом, задние ряды привстали посмотреть, что там происходит, я думал, что это только у нас, не, на западе то же самое, недавно смотрел травиату, это особый рассказ, в Париже, Виолетта, по сравнению с ней, с Виолеттой, царская невеста, костлявая модель, вообще это, это снежная баба весной, с оплывшими боками, вот такими, поет хорошо, и они, но смотреть невозможно, а я еще бинокль взял, хорошо там перевернуть можно, вот так, чтобы она подальше казалась, сколько ей лет сказать невозможно, одно могу сказать, точно, у нее Паркинсон на руках, уже давно, у нее тремоло, вот это, почему, почему видно, да потому, что она письмо получает по сюжету, и на стоит письмо тремоло, вот такое, вот, а в зале русские, это, это особое отступление, сейчас будет, русские в опере в Париже, это надо, русские в Париже, ведь что для русских главное, семиразовое питание, шестиразовый шоппинг, между семиразовым питанием, приходят в Лувр, говорят гиду, у нас семь минут, все шедевры за семь минут, ну, ну, в крайнем случае восемь можем дать, и вот после семиразового питания, и шестиразового шоппинга, зачем тебе в оперу ходить, объясните, зачем, пойди поспи дома, а наши еще сектором сидят, как только увертюра началась, это все, улет туда, в медитацию в верхних слоях, а еще сектором сидят, и весь сектор, только головы болтаются, как брюква на ветру, правда, я не видел брюква на ветру, хорошо, у кого есть слух, те хоть в тональности храпят, там, но тут даже русские проснулись, потому что билет отрисла, письмом отрисла, готовы, готовы, и уронила, а дальше сюжет не идет, потому что она читать должна это письмо, если бы у нее бинокль был, как у меня, она должна поднять, о-о-о, цирковой номер, она пытается согнуться, вот, а, 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 а потому что, когда у организма нет талии, организм не знает, где сгибаться, если бы у нее была липучка на копчике, она бы так, а, и подняла письмо, а тут организм она насилует, сгибает, и организм упал, весь, плашмя, Альфред понимает, что надо спасать положение, потому что оркестр уже по третьему разу одно и то же играет, он вышел, Альфред тоже из дирижаблевидных, дал ей руку, поднять хочет, она хочет быстрее встать, как рванет, и Альфред упал, две гусеницы, прикнопленные к гербарию, колупаются, встать не мог, у дирижера на палочке Паркинсон начался, музыканты духовых наплевали в инструменты от смеха, но одна опера, одна опера, мне очень нравилась в советское время, я ее смотрел семь раз, и всех знакомых и друзей, которые приезжали в Москву, я водил на эту оперу, называлась эта опера «Повесть о настоящем человеке», ой, вот там, там, ребят, там пели все ноты, там все буковки произносились в советском, в советское время, потому что были слова «Ленин», «Сталин», «Не пропоешь, будешь петь в другом месте», это опера гениального композитора Прокофьева, Прокофьев, говорят, прикололся просто, потому что, потому что просто надо было написать, да, молодые не очень знают, о чем «Повесть о настоящем человеке», поэтому я коротко скажу, это о летчике Мерисееве, которого разбили, и Полевой написал «Повесть о настоящем человеке», ну, что вам сказать, это действительно незабываемо, открывается занавес, увертюра, это ползет Мересиев под музыку, не просто ползет, поет шаги, ползки, извините, «Тысяча первый», «Тысяча второй», «Тысяча третий», и так восемь минут. Единственное, по чему я порадовался, что он не с первого шага начал это петь. «Бедитres» «Спокойно, спокойно, сейчас». Далее, далее, «Поет, поет», я не могу так петь, «Чу-у-у-у». Это он поет, «Чу-у-у-у-у-у-у-у-у». «Медведь», притворюсь мертвым и брык, откинулся. Вам ха-ха? Но когда на сцену вышел медведь, чё ха-ха, и запел тенором. Вы слышали, как медведи тенором поют? И что запел? Что-то мертвичинкой запахло. А этот, который отбрыкнулся, я мертвый, я мертвый, и подмигивает залу, мол. Но он, он когда полз, он еще пел, о, я забыл. О, шишечка, съем шишечку. А во втором действии хор-партизан, а напротив хор-крестьян. А хор, знаете, как советский звучал? Ох, мощно так. Ах, и вот хор-партизан. Мать твою! Хор-крестьян в ответ. Мать мою! Мать твою! Мать мою! И кто-то один. Немцы замучили. А в конце оперы хор-мит сестер, как вам нравится? Отрежем, отрежем, мересь его ногу. Отрежем, отрежем. И Ария Мересьева в заключение. Спасибо партии за мой протез. Друзья мои, как русский человек русским. На ночь последний полезный совет. Приятного аппетита! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...